Прийти к тому, к чему мы пришли, что сейчас уже о тёрской культуре никто не вспоминает. Я думаю, что я говорить могу на эту тему очень много, потому что тема действительно очень большая. Ну и если возможность такая есть, вопросы ваши больше пользы, наверное, будут. Я буду стараться отвечать, возможно, подробнее. Давайте вопросы, пожалуйста. Я в сегодняшней книге читал, очень интересная книга замечательная, спасибо вам, особенно нам, татарам. Сейчас вопрос, если вы понимаете, о возрождении татарскому старству, а нам же национальную теологию правильную. И основа национальной теологии мы должны черпать как раз в том числе и здесь. Но там, к сожалению, есть ограничения в историческом отрезке. Вот вы говорите до 5 века, до нашей эры. А почему вы не рассматриваете вопрос, который дальше, это тысячелет, 10, 10, 15, 20, понимаете? Сейчас, например, русские националисты, вот говорите, какой-то там поликартов не разрешал. Да наплевай нам на один поликартов, Сидорова, Петрова, понимаете, нам надо писать для нас. Вот и все. И нечего ходить к этим, я не знаю, придворным историкам, облаточкам, как их на самом деле весь мир называют, правильно? Преклонам, поклонам, что Валену, как давали висеть для нашей истории. Я не понял, а я делаю призыв, что это сейчас мы такие смелые, когда все можем на море по колено. Я должен сказать, что когда я... Сейчас еще, можно, я говорю, вот в вашей книге, там, где звучат такие грубые опечатки, например, она, октава, понимаете, трактуется совершенно по-другому, как на самом деле оно было и сейчас здесь. Я слышал, что вроде Биль Мерзоянов там, как бы, искал источник ошибки, там у вас был советник, как будто русский, вроде, да? И вот он, как бы, врезал вот эти вещи. Специально, как бы, понизит рейтин в вашей книге, наверное. Ну, это, понимаете, это уже приемы частности. Дело в том, что важна идея самая, то есть, вокруг темы, вокруг которой мы пишем, то есть, тема тюркской культуры, тюркский народ. И об этом речь идет, а там замечания, конечно, какие-то возможные, какие-то неточности. Это же, вы поймите, я же писал сам, один. То есть, у меня не было консультантов, мне никто не смотрел, вот единственное желание помогало с материалами. Больше мы вдвоем, фактически, участвовали в этом написании. Конечно, там не все было, можно проверить чисто реально. Я вспоминаю, когда однажды рубопись, дёрстка бы нам принесли, когда есть редакция, что уже набрала рубопись, если должен прочитать руб. Я обратил внимание, что там какие вещи делали, что в текст убирали слова «пришел», «не пришел». Вот «не убирали», то есть, решалось. Понимаете, там такие гадости, вообще-то, я не хочу об этом рассказывать, Но это все шло на пешоком уровне, чтобы вызвать реакцию. Меня, например, удивило, когда была публикация в Казахстане. Там тоже нашлись такие негодяи. То есть, они просто орфографические ошибки. Ну, условно говоря, корова, череза. То есть, они в мой текст вносили орфографические ошибки, чтобы вызвать негатив. Понимаете, вот это вот искать негатив, это самое простое. Но я же не собираюсь говорить, что это истина в последней инстанции. Что, в общем, это все абсолютная истина. Я призываю просвещаться, прочтите, посмотрите, изучите, возразите, если сможете. Вот о чем речь идет. Скифы, это народ, не народ как таковой. Это название греков, греки называли так жителей, которые жили на Востоке. Это не народ, это население восточных странах. Ну, в этой передаче шло такое, что это были древние русские. И в конце передачи они сказали такую вещь, что ни одного письменного факта, то есть вот этих вот скрижалей, руми-руничества, не было найдено на скифском языке. То есть, получается, огромный народ с огромной культурой, да, не имел своей, как бы, письменности. Это реально, да? И такой вопрос огромный. То есть, партии то же самое, что где же это исчезнувшая Атлантига, да? Как это невозможно было бы? Получается, что это они скрывают, что скифы были тюрками. Потому что, да, если взять от Дальнего Востока, окончая Англию, когда эти скрижали миллионы, и они все натюрят на языке. Я же это и сказал, что это реально подтверждение было. То есть, до сих пор ученые не могут понять, почему же вот скифы не умели сойти с ним. Нет, потому что это понимают. Если понимают, то есть орицируют специально. Реально обманывать народу миллионы, там, 200 там, свежих. Я понял, что народ с вами было. Я понял, что это не было подтверждение. Я хочу сказать, что, значит, вот предыдущий у вас вопрос, на конца ответить, что хочется иметь историю 40 тысяч лет, 50 тысяч лет, что мы такие древние, такие великие, что нас надо любить и на руках носить. Мы самые древние. Дело в том, что не могло быть 10 тысяч лет назад тюрской культуры, потому что не было языка. Люди общались на уровне жестов, то есть на уровне отдельных звуков. И как таковая культура был не могло. Потом, если представить себе, вот скажем, 40 тысяч лет, где находки вот с этого времени найти, то есть что-то, относящееся к тому времени, материальную часть культуры. С учетом того, что он постоянно на земле, и тут процессы геморфологические, эта вещь, вот 40 тысяч лет назад, она должна лежать на глубине порядка 80 метров. То есть какие археологи будут копать 80 метров в глубину, и поэтому все вот эти основания и утверждения, на тысячелетия, как русская культура 40 тысяч лет от себя отпустила. Она не может быть, потому что нет материальных следов этой культуры. И это невозможно. А ведь ты не могла. А ведь не важно. Просто не было тогда. И дело в том, что тюркская культура, как и давай, она появилась в пятую птицу новой эры, две с половиной тысячи лет назад. Я думаю, нам хватит. Я прочитала, когда полыни половинского поля, и была это моя первая самая встреча, давно, очень много времени с тех пор прошло. И помню этого маститого, красивого такого, необыкновенного ученого, перед которым я преклоняюсь, и все те, которых я знаю, тоже преклоняются перед вами. И сейчас мы с вами с вами встретимся, и для меня это большая удача. Когда я прочитала эту полынь половинского поля, меня как молнией ударила одна мысль. Вот, наконец-то, я теперь всем могу говорить, что мы не татары-монголы. Потому что до сих пор все-таки в средствах массовой информации вот эта фраза «татары-монголы», она в ходу по телевидению. Никто не так, сколько мы пытались об этом говорить, и, может быть, доступные к власти люди должны больше об этом говорить. И чтобы убрали эту фразу «татары-монголы», уже ведь в книге написано эту тему, но это уже дело, так сказать, будущей истории. Я помню, я выросла в семье, где чувство обостренного расприятия своей нации, языка, культуры и всего прочего. И я помню разговор давнишний, когда я еще совсем маленькой девчоночкой была с папой. Мой папа сказал, «Мы не татары-монголы, мы не имеем никакого отношения к татарам. Без тарикляй». Мы, по-русски, он тюрки – тарикляй. И тогда я еще по своей неопытности, незнаниям, необразованности, в том числе и всей нашей татарской общественности, у нас всего татарского населения, я поняла, что такое тарикляй, что мы турки. И думала, что мы вот оттуда произошли. И когда я прочитала слово эту нашу книгу, я поняла, что такое тюрки. И теперь при каждой возможности я с гордостью говорю о том, что мы не татары-монголы, и всегда пропагандирую ваше имя и книги, которые мы читаем всей своей семьей с восхищением. Там ничего не вызывает никаких сомнений. Единственное, я хотела бы с вами обсуждать, что ли, выяснить. Слово «тангри» действительно. Мы же выросли все, вот много моих предков, поколений, очень много выросли в исламе, да, с девятого века. И, конечно, воспринять идею тангрианства, которую вы там пропагандируете, и я, конечно, без, есть единая доля сомнений, это воспринимаю, с пониманием, с доверием. Но мы восприняли и родились в исламе, и мы живем с этим исламом. Как быть нам? Чтобы вернуться, например, к тангрианству, мы, к сожалению, конечно, не можем, да. И, может быть, здесь, я помню, мой папа говорил о том, что, ну, есть версия, информация о том, что первый был ильдонизм, потом христианство, потом только ислам. А потом, как-то даже однажды, это было только однажды, по телевидению просто прошла информация, что на самом деле Кур'ан гораздо более древний, чем его седьмым, там, каким-то веком, да, или там еще каким-то веком более, да, и тоже мой папа, Дима Хторн, он сказал, он говорил, что Кур'ан еще гораздо более древнее, чем его считается так. Возможно, вот у меня такая мысль проникает, пронизает пуль, мысль, нет ли нити вот этой между тенгрианством и исламом? Ни одной ли это, вот, нить одного, так сказать, не корнили там тенгрианство? Дело в том, что одно из первых вещей, которое очень с трудом воспринимается в малиатюрской культуре, что тюргия – это не народ, что такого народа... Конечно, мы не знаем. Дело в том, что это были люди, которые объединены верой в Бога Небесного, создателя мира сего, тенгрии. То есть, религия объединяла людей. Поэтому тюрки, они антропологически разные. Скажем, есть якуты, есть хакасы, есть казахи, туркмены. То есть, понимаете, это разные антропологически разные лица совершенно. Но религия объединила людей в единый народ. И народ этот стал называться тюрки. И то же самое я написал в книге «Тюрки и мир. Сокровенная история». Там подробно, как развивалась вот эта традиция, духовная традиция тюркской культуры, как она дала основу в первую очередь иудаизму. Ведь евреи приняли свою религию из наших рук. Дело в том, что они, к их чести надо сказать, к достоинству их надо сказать, они сохранили нашу культуру, духовную культуру. и вот то, что они взяли основу в Библии, написали Ветхий Завет, то, что они по традиции тюрков записали в Новый Завет в Гиблии, то есть дали основу христианству. И то же самое произошло с исламом. То есть ислам это ветка того дерева, которое росло на Алтае. То есть это свое направление. И говорить о том, что сегодня мы будем принимать ислам, завтра мы будем принимать камберянство, это не приходится. То есть это есть одно целое, духовное целое, что это началось, ислам начался не в седьмом веке, получил свое развитие, а он значительно раньше, корни ислама значительно раньше были. То же самое корни христианства, они значительно раньше были, свидетельствуют истории христианской церкви. Но это чье было, это была тюркская, это тюркская культура, она в этом и состояла, что она духовность свою сохраняла. И вот ну да, это были традиции единобожные. То есть именно в этой среде, в среде Ближнего и Среднего Востока эта традиция получила развитие в образе ислама в Европе и в Западном мире. Эта традиция получила условия в развитии в виде христианства. И вот любопытно то, что сегодня мы встречаем продолжение Тенгрии. То есть религия, она получила несколько другое название протестантизм религии Северной Европы. И вот у них сохранились многие традиции, многие основы Тенгрианской религии. Вот меня очень удивила история английской церкви, англиканской церкви. В Англии там четко совершенно патолическая и Тенгрианская рядом. То есть молятся на два алтаря. И они это не объявляют вслух, но дело в том, что вот те традиции духовной культуры, которые принесли тюрки в Европу, они укрепились и сохранились. И вот поэтому я говорю, что в Византии, в Риме богослужение на ранней стадии велось на тюркском языке, потому что пользователями тюркскими при написании Корана тоже были использованы те богатства, те сокровища, которые накопил наш народ и который народ щедро поделился с другими народами. То есть здесь не надо противопоставлять одно другому. То есть надо понимать, что это шло единое развитие культуры, тюркской культуры, которая выразилась, как я уже сказал, в Востоке в форме ислама. Но это не значит, что уничтожена сама тендрианская вера. Нет. она сохранялась, но она потеряла свою лидирующую позицию. другое дело. Но сохранялась и поэтому здесь мы не должны делить одно другого. Мы должны говорить о том, что был ранний ислам, в котором были свои традиции, в котором было свое понимание мира. И вот в этом отношении все говорит о том, что наш мир очень богат, наша культура очень богата была, очень щедра была. и вот тот же евреи они просто больше знали о тюрках. Я об этом написал книги «Тёртый мир сокровенной истории». Там стоит посмотреть, просто-напросто это сейчас пересказывать, я даже не берусь, потому что это бесполезная аудитория. Дело в том, что это вызвало среди самих евреев именно эти реакции, что они поняли, что они не первые были, не они дали духовность другим народам, другим религентам. Вы поточняйте, значит, тенгри и бог – это одно и то же? Конечно. То есть ведь обращение к тюркам, у тюрков обращение было тенгри. 99 обращений. И в частности одно значит Ходай. Ходай – это что? Это творец, создатель. То есть каждый имел свое значение. Аллах – это дающие и забирающие. Это тоже форма обращения, которая была у тюрков. Гос боди, раскрой глаза, прозрение, прозрение глаз, то есть дай увидеть. Это все наше. Бог – то же самое, на древнем тюркском обрести покой, уверенность. То есть это то, что дает религия в конечном счете, что человек обретает защиту. И вот тюркская культура, как она развивалась, почему она захватила такие огромные территории Азии, Африки, Европы. Потому что люди сами стремились к этой культуре, они стремились под защиту Бога Небесного. Они приглашали тюрков править своими странами. Ведь правители на Ближнем, Среднем, Востоке были часто тюрки, в Европе были тюрки. Это все понимаете показательно, что это пришло с Алтая, то есть как развивалось на Алтае, мы тоже об этом написали, тоже исследован вопрос достаточно подробно, с конкретными материальными подтверждениями. И вот говоря о духовности, о духовной культуре, надо просто понимать, что традиции не возникли вот в один день, что культура не возникает в один день, она возникает в течение столетий, идет развитие этой культуры. И вот что касается Корана, я специально ездил в Иран, в город Кум, в священный город Кум, где в архиве хранятся экземпляры древнего Корана. Причем показательно то, что эти экземпляры арабисты читать не могут, то есть они не читаны. и любопытно получилось, как я попал туда. Все случай, опять же, чисто случай, а может быть и не случай, как мы слышали. Не знаю, но я могу рассказать, могу рассказать просто, как получилось. Я приехал в Иран, и мне нужно было попасть в эту библиотеку, в архив. Архив это при парламентской библиотеке. И вот директор парламентской библиотеки должен дать мне разрешение на то, что я пошел работать с этим источником. Ну, приходим к этому директору, и вот представляете, сидит человек, я подхожу к нему, мы смотрим друг на друга, я начинаю смеяться ему в лицо, и он мне смеется в лицо. То есть переводчик растерялся, не поймет в чем дело, то есть что такое, поздоровались, мех начался без объяснения, он перс, я помык, одинаково, одно лицо, совершенно как две его капли воды сидели. То есть удивительно, конечно, тут он мне все разрешил, что я был противитель. То есть опять же, вот случай такой, или не случай, я не знаю, но факт то, что так я попал в город Кумб, попал в этот архив. Архив, он лежит на глубине в шахте, там такие вот мощные двери туда, выдерживает на поверхности взрыв атомной бомбы. То есть настолько это все сохранено. И когда я попал туда, то есть я увидел вот эти древние Кораны, там наверное было экземпляров я удивился одной вещей простой, что они по объему знаков значительно меньше, чем современный Коран. И написаны не в книге, а написаны в свитке. то есть мы наберегаете на бумаге. Дело в том, что тоже надо знать, это обязательно надо знать и над этим гордиться, что наш народ изобрел бумагу, что бумага, производство бумаги чисто тюркская была. Чисто тюркская была. И вот бумагу делали в Средней Азии. это тоже мы написали в книге. Почему? Потому что народ культурный был, ему писать надо было. Для этого бумагу изобрели. И вот любопытно то, что в этой хранилище где вы раскрыли свитки, досмотрели на жар. да, с это можно посмотреть. В принципе противоречие между тем Корану на хранилище. Дело в том, что он не читает, никто не читал его. А что за графика? Графика кублическое письмо. вот любопытно то, что самое любопытное, вот опять же, как по чьей воле это сделано, что в Татарстане сегодня, вернее, в прошлом году или позапрошлом, несколько лет назад, подготовили текст древнего Корана на золоте. То есть слышали, наверное, писали, что экземпляр древнего Корана находится в Эрмитаже, в Ханской, вернее, в Шахской Санкт-Петербурге. И вот любопытно то, взяли этот текст Корана, на золоте отпечатали и передали в Саудовскую Аравию. Но меня удивила эта судьба или как вообще, что это значило, это жесть, я так не знал. Потому что почему никто не прочитал, никто не стал читать Коран золотой на дюрском языке написанной. То есть это что, случайно или это как достойность? каких специалистов искали, это, понимаете, написал Мурата Фанде, каким-то они пишут, друг друга читать не могут. Это рассловность. Я понимаю. Там меньше этих знаков там просто там. Я понимаю. Но нет пока дохода. Время уходит. Время уходит. Время тоже написано. Я делаю судьбу. И вот это все, понимаете, я не думаю, что наша наука, она, к сожалению, не занимается своим делом, своей обязанностью. Вот ищет ошибки где-то там человек влизит. Вот эти мастера большие. У нас создана целая технология уничтожения людей. А вот узнать истину, найти эту истину никто не хочет. Меня поразила, например, наша прошлая встреча здесь, когда мы говорили о языке. я вкратце сказал, что ведь в Индии, на территории Индии целые штаты говорят на тюркском языке. То есть это тюрки, чистые тюрки. У меня отец там в коммунировке был. Он два года практически общался с ними на пулыкском языке. Асан. Северная Индия. Это вся в Северной Индии находится музей город Сарая. Сарай. Там музей Алтая, музей древней тюркской культуры, древней тюркской истории. Там документы все лежат. Я обращался к нашим ученым. Ну вот вам адрес. Вот поезжайте, посмотрите. Займитесь этим изучением, изучайте. Никто не хочет. То же самое сейчас. Да нет, не хотят еще этого. Надо отказываться от своих диссертаций написанных. Надо отказываться от того, что ты раньше написал неправду. Это же никто на это не пойдет. Вот сейчас то же самое открытие на Северной Африке. То есть это Эфиоргия, это страна Бенин, где сохранились тюрки, сохранились язык, сохранились культуры. Но никто из наших туда не смотрит и не идет, потому что они не географы и не интересуют их. Да, я помню, вы сказали о том, что многие тексты древние Кораны написанные на актерском языке, но поскольку на уроке ради опрости даже так, да, Дальше читайте, еще 10 петенов, потом хадар алтанда бетен адам ачик госен. И она же прислушивается, и явственно звучит лифе. Идут слова, и потом хадар алтанда бетен адам ачик госен. Представь перед Богом с открытой душой. Вот вам доказательства первых, что первые молитвы были на тюркском языке, что тюрки основывались от Тюрква моря. Возникло потом уже и славянской цивилизации, но это отдельный вопрос. Я читал только есть архивный цивилизации, Брамер Махнац. Он писал, что Библия, оригинал Библии на арабейском языке моложе своей копии. Копия называется Ситуагента. Как это оригинал может быть моложе копии? Ситуагента. Ситуагента. Ну, значит, кто-то мысль просказывает. Откуда они взяли Ситуагента. Ситуагента, если перевести... Я сам... ...пантимологизировал с татарским языком. Это джиплёшанглатма. А там в строке написано. Семьдесят толкованные книги. Семьдесят толкованные. Джиплёшанглатма. Это вот Ситуагент. Это вот перепространение. Значит, это... Я думаю, что это было цыгриянство, книги, переписана вся Библия. Поскольку Библия – это много тюркских слов. Поэтому там и происходят слова, остались там написаны. Мы об этом речи. Дело в том, что у меня посвящена цена глава. Именно что настоит тюркской литературе, тюркских древних книг. И вот любопытно то, что, к сожалению, к великому сожалению, никто этим не занимается. Что вот именно тюркская культура, тюркская история в таком плане, что... Задания не дают? Задания не дают. Задания сами не могут найти с интересом в науке. Если было сказано, а, о Скифах, б, о Северном Причерноморье, в, об Украине и о Киеве, то я хочу сказать о нескольких моментах. Значит, там есть клуб Киеви «Киевские тайны». И украинцы исследуют проблемы русско-славянско-тюркского двуязычек. И конкретно товарищи вот эти члены клуба «Киевские тайны» раскопали следующее. Что кемерийцы – жители Северного Причерноморья. А кемя – это по-тюркски лодка. Кемеричи – это лодочник-карабельщик. И у всех греков на их базах, на их портретах кемерус прямо написано черным по белку. То есть слово «тюркское» абсолютно. И, стало быть, эти товарищи киевляне вот ссылаются прямо на Болгар, на Болжскую Булгарию и на Абрана Каримулина. Они говорят, читаете товарища Абрана Каримулина? Все у него разъяснено.